Добрый вечер! Добрый вечер всем! Рада вас видеть после долгого-долгого расставания в полгода. Мы снова вместе, не знаю, не вижу пока, есть ли тут те, с кем мы уже давно знакомы, или много новеньких за это время на сайте появилось. Но с каждым из вас мне приятно познакомиться. Меня зовут Адина, и мы сегодня с вами с Божьей помощью будем изучать недельную главу, как у нас это принято каждый четверг, с Божьей помощью мы продолжим и больше не будем так надолго расставаться. У меня, слава Богу, была прекрасная причина немножко выйти из обычного темпа жизни, но с Божьей помощью все приходит в свои, возвращается в свое русло. Итак, недельная глава, которой мы сегодня будем заниматься, это ВАИЦЕ. И мне кажется, что мы с вами сегодня разберем один из самых острых вопросов, особенно которые чувствуются и стоят прямо в горле тем, кто живет в Израиле. Мы сегодня будем с вами говорить о харидимном, религиозном, соблюдающем еврея, который должен работать на обычной работе. С одной стороны, мы с вами понимаем, что когда мы видим человека в кипе, у нас тут же возникают с вами стереотипы. О, он, наверное, целый день учится в Торе, он, наверное, должен вести себя богобоязненно, он, наверное, должен почитать родителей, не говорить лошонарай. У нас очень много разных стереотипов, как будто бы кипа за 15 шекелей вдруг меняет человека и делает его прекрасным, идеальным. С другой стороны, если мы с вами видим человека в кипе, который ковыряется в стиральной машине, возит грузы или работает на обычной работе, у нас тоже с вами возникают вопросы. Его ли здесь место? Потому что стереотипы, они совершенно другие. Мы, я сейчас нахожусь в городе Криат-Малахи, где очень много хабадников. И каждый раз, когда я вызываю к себе на дом какого-то мастера, обязательно приходит какой-то мужчина с кипой и хиа дунейну. И несмотря на то, что я понимаю, что все мы религиозные работаем, мы посвящаем много времени тому, чтобы заработать благосостояние, потому что все заповеди, к сожалению или к счастью, они стоят больших денег, все равно возникает вопрос, а что этот дядя делает у меня дома, чиня стиральную машинку? Не должен ли он в это время сидеть, изучать Тору и его жена, работать и зарабатывать на всю семью, будучи учителем или, я не знаю, воспитателем? Спасибо большое, мне вас тоже очень не хватало. Знаете, есть такое митцва, Гурерат Митцва, это когда одна заповедь влечет за собой другую заповедь, а, к сожалению, когда мы один раз падаем в грехе, то в следующий раз нам согрешить намного легче. Вот главное сделать первый шаг, а за ним уже пойдет следующий намного легче. Итак, с одной стороны мы можем с вами подумать, что на самом деле миссия еврея – это соблюдать Тору, это сидеть целый день, изучать, постигать ее глубины, и тогда легче нам сказать «мы не такие», «я не такая», «вы не такие». Каждый из нас или каждый, кто находится сейчас на своих местах, не живет в Меша, Рим, ни у кого из нас нет родителей харидимных, которые воспитывали нас с пеленок, что важно целый день посвящать Торе. И все мы смотрим на этих черно-белых евреев и думаем «мы не такие». Они соблюдают свою миссию, они делают что-то, что Всевышний от них просит. А нам до них далеко, нам, слава Богу, один урок Торренова и Кра послушать в неделю, и мы уже как бы поднялись на уровень выше. Сегодня я бы хотела главным образом с вами разобрать тему «Исполняем ли мы миссию Всевышнего?» А может, и я вам дам спойлер, в конце урока мы еще с вами и поймем, что мы обычные работяги из обычных семей, советских, несоветских, намного круче, чем те, кто сидят целый день и учат Тору в Ешиве, будучи соблюдающим из поколения в поколение. Чем мы круче, какая наша миссия, и как вообще евреи могут совмещать духовность и материальность, это то, чем мы с вами сегодня будем разбираться. А начинаем мы с вами эту тему, потому что в нашей недельной главе происходит невероятный переворот. Первый раз за всю историю соблюдающий, кардинально харидимный еврей покидает Колель, место, где он 63 года на минуточку учил Тору, не останавливаясь и днем, и ночью. И он выходит в мир, где есть хозяин, где есть работа, где есть зарплата, где есть требования приходить вовремя, где у тебя есть перерыв в определенное время. Мы с вами понимаем, что Авраам и Ицхак, мы знаем, что они были богатыми людьми, они все были просто миллионерами, знаменитыми на то время. Мы знаем, что во времена Авраама Вину даже ходила монета, то есть денежный эквивалент какой-то монеты, на нем было напечатано лицо Авраама Вину. Они все были богатейшими людьми, но нигде не сказано, сколько времени они работали. Мы с вами знаем много бизнесменов, не будем называть их имя, которые имеют миллионы. Но сколько они тратят времени для того, чтобы эти миллионы заработать? Час в день, два часа в день. Это бизнес, который уже работает, который только надо проверять. Если ты поставил туда правильных руководителей, то ты можешь уже пожинать свои плоты. То же самое Авраама и Ицхак. Несмотря на то, что они были миллионерами, никто не сказал, что они этим бизнесом занимались денно и ночью. Но они поставили себе хороших руководителей и целыми днями учили Тору. Час в день, два часа в день они занимались духовностью. Про Якова же написано, что он жаловался своей жене, что днем его сжигало солнце, а ночью он не мог найти себе места от холода. Он отдал себя в рабство. Всем привет. Мне, к сожалению, далеко не видно ваши комментарии. Если вдруг будут какие-то вопросы, с удовольствием отвечу на них в конце урока. Яков – это первый человек, который отдает себя в рабство работодателю. И как мы в середине урока с вами будем тоже изучать, именно от Якова мы учим все законы, как вести себя, находясь на рабочем месте. Что можно сделать, что нельзя богобоязненному еврею. Он настолько углубился в работу, что когда мы с вами читаем книгу «Берешит», особенно женщины, мы сходим с ума. Почему? Потому что написано, что имена детям давали жены. Почему? Потому что они были главные? Нет. Потому что Яков вообще даже не находился на обрезании своих детей. Лея, несчастная, сколько она вообще пережила за всю свою жизнь. Третьего сына в порыве какой-то вообще разрыва сердца, эмоций, называет Леви. Леви от слова «леловод», «сопровождать». Она этим именем кричит свою боль. Может быть, наконец-то мой муж увидит, что у меня две руки и трое детей, и придет меня иногда сопровождать, сделать ванночку, поменять памперс, почитать старшим историю на ночь, хоть что-то сделает для семьи. Но Яков, он находится на работе и днем, и ночью, потому что он пообещал Лавану отработать своих жен. У меня есть план урока, но у меня так хочется без плана просто. В общем, я попробую и позывом сердца, и придерживаться плана. Какой пример Яков подавал своим детям? У нас тоже есть такие мысли, и это правильные мысли, что дети, они рождаются уже со своим характером. Мы не можем их воспитать. Единственное, что мы можем дать нашим детям, это не сломать их внутренний потенциал и направить их в правильном направлении. Мы можем 200 раз говорить «не обманывай, не обманывай», но если какой-то раз звонят по телефону человек, с которым вы не хотите общаться, и вы своему сыну говорите «ответь дяде Сереже и скажи, что папа нет дома», то хоть 200 раз скажи, что нельзя обманывать. Сын научится именно от того, что ты делаешь и не что ты говоришь. Поэтому, если мы говорим про Якова Вину, что он 14 лет не находился дома и работал, не покладая рук, возникает вопрос тоже для нас. Если мы говорим, что Тора актуальна и несет нам ориентир на нашу жизнь, а не просто как историческая сводка новостей. Что дети видели? Папаша, который постоянно впахивает и думает за деньги. О деньгах. И какой пример это дает нам? Мы реально хотим, чтобы наши дети видели нас соблюдающими Тору только в шабаты, в выходные, а целыми днями они видели, как папа и мама бегут на работу и возвращаются ночью, и считают каждый день, сколько они заработали, и хватит ли в конце месяца закрыть все счета. Какой пример мы даем детям, и какой для нас есть урок, как правильно все-таки воспитать наших малышей для того, чтобы они выросли богобоязненными и несли какой-то свет в этот мир и миссию, которую даже мы еще не знаем, несет еврей в этом мире. Дай Бог, кто останется до конца урока, мы с вами все разберем с Божьей помощью. Если я вас спрошу, кто такой праведник в нашем понимании, уверена, что каждый из вас скажет, праведник это человек, который отрекся от материальности, не знает, как выглядят деньги, которому надо очень мало всяких благ, он посвящает себя духовности, углублению в нашей недельной главе. Мы видим, что Яков – это самый главный наш праотец, не побоюсь этого слова, это тот праотец, от которого пошли 12 колен, и все мы из этих 12 колен с вами созданы. И именно этот праотец, спасибо вам за ваши лайки, является для нас показателем, как надо жить. И чему он нас учит, что праведник – это не духовность, праведник – это погоня за деньгами, когда он даже ночью не возвращается с работы. И тут мы теряемся вообще в понимании того, а что тогда требует от нас, каким евреем мы должны быть. То есть то, что я выхожу... Вообще самым актуальным этот вопрос стал после 1948 года, когда страна Израиля появилась официально на карте, когда, мы же с вами все понимаем, в Галуте, в постсоветском пространстве мы не имели возможности соблюдать Тору, все из нас должны были быть официально записаны на какой-то работе, дети должны быть официально оформлены в школе, если не хотели каких-то проблем. То когда мы получили нашу страну, каждый из нас смог выбрать пойти учить Тору или работать на какой-то работе, которая, да, позволяет нам соблюдать шаббат, не так, как это было в нашем детстве и с тем, с чем столкнулись наши родители. Это у тех поколений не было времени, не было выбора, и они должны были работать в субботу. А приехав в Израиль, мы можем работать на любой работе, быть бизнесменами, быть миллионерами, быть, я не знаю, слесарями, сварщиками и в то же время соблюдать Тору. Но природно ли это для еврея? Копать, сеять, я не знаю, вкладывать деньги, понимать, что такое биржа, что такое криптовалюта? Или для нас природно и в идеале Всевышний ждет, что мы когда-нибудь заработаем все деньги мира и скажем, хватит. Мы созданы для того, чтобы соблюдать Тору, мы остановились и в 50 лет посвятили себя духовному росту, о котором мечтали и которого ждет от нас Всевышний. Спасибо, я вижу все ваши лайки-сердечки, они меня очень вдохновляют. Тем более мы с вами можем задаться вопросом столько времени, вот уже, слава Богу, я, наверное, третий-четвертый год на Вайкра. Мы с вами каждую недельную главу разбираем какие-то важные заповеди и какая награда за них, и как важно их исполнять, и соблюдение шаббата, и кашрута, и цдакая, или что только мы с вами за эти годы не разобрали важность каждой заповеди. Мы смотрим на Якова и спрашиваем, секундочку, а Яков вообще что-то соблюдал? Работая днем и ночью, он мог изучать Тору, он мог навещать больных, да он жен своих видел раз в месяц, наверное, ну, судя по тому, что у него, слава Богу, рождались дети хотя бы раз в месяц или раз в год, я не знаю, он их видел. А на все остальные заповеди у него хватало времени? Не знаю. Ну, есть такой мидраж, который говорит, что он постоянно говорил какие-то псуки и напоминал себе про то, что Всевышний существует. Ну, так каждый из нас может так напоминать. Боже, зачем отдавать десятину, соблюдать шаббат, изучать все эти 39 законов, что можно, что нельзя. Как Яков, я думаю про Всевышнего и днем, и ночью, и как бы и хватит, наверное, с нас этого. И когда мы с вами говорим про воспитание детей, что это, например, для меня особенно сейчас самая актуальная тема, мы видим, что миф про то, что религиозный еврей порождает таких же детей, он взрывается, он просто уходит в небытье, потому что неправда все это. Сама Тора нам показывает обратную ситуацию. Авраам и Ицхак, два первых праотца, которые целый день изучали Тору и посвятили свою жизнь исполнению заповедей. Мы с вами это все тоже в прошлых уроках, на прошлой недельной главе, всю книгу Берешит, мы это изучаем. Гостеприимство, молитва, богобоязненность. Какой у них процент от слаха? А как это? Процент удачи воспитания детей? 50 процентов. Один нормальный, второй лузер у Авраама, Ишмаэль в топку, Ицхак цадик, у Ицхака Яков цадик, Эйсак в топку, 50 процентов. То есть это вообще не показатель того, что ты целый день изучаешь Тору, а дети у тебя выйдут прям ответ на все вопросы. Что же мы видим у Якова, человек, который 14 лет, а как мы в будущем сейчас еще и узнаем, 21 год своей жизни посвятил бизнесу, и зарабатыванию денег. Сколько, насколько он преуспел в воспитании детей? 100 процентов. Написано, что когда Яков Авину перед своей смертью, будучи лежа уже на последнем издыхании, собрал своих детей возле кровати, они все в один голос сказали, «Шма, Исраэль, Аше, Малукейну, Аше, Мехаат, Папочка, не переживай, мы все верим в единого Бога и будем продолжать твою жизнь, твои традиции и законы Всевышнего». И я еще раз задаюсь вопросом, лично для себя, «Так а что я должна делать, если мне не надо стремиться к тому, чтобы постоянно изучать Тору, постоянно исполнять заповеди?» Я могу спокойно уйти в бизнес, думать о деньгах и вполне вероятно с Божьей помощью, что мои дети вырастут богобоязненными и соблюдающими детьми оно возрастает. То где, какое место я должна уделить Торе? Раньше мы с вами говорили, «Соблюдай Тору, а все оставшееся время можешь зарабатывать себе на хлеб». То сейчас мы с вами по этой недельной главе говорим наоборот. «Строй бизнес, зарабатывай, будь работягой, проявляй себя в любой интересной тебе сфере». И сейчас мы с вами разбираем, сколько из этого всего мы можем с вами посвятить Торе. Вы понимаете вообще, насколько у нас перевернулась ситуация и насколько эта недельная глава создана для каждого из нас, которые не видим себя из черно-белыми, по 100% изучающими Тору, заповеди. И это все очень сложно и далеко от нас. В этой недельной главе говорится именно о нас. Человека, который вышел из семьи рабочего и который вынужден продолжать дальше работать. И я вам скажу больше. 95% всех евреев, они, да, целыми днями думают о деньгах. Соблюдаем мы Тору, не соблюдаем. Каждый из нас на своем уровне. И самое страшное, если я не побоюсь этого сказать, дай Бог, чтобы я была не права, 99% каждого из нас мысли заняты тем, как прокормить семью, за что купить, я не знаю, продукты на шаббат. Вот сегодня четверг, сегодня я иду покупать продукты и надо понять, сколько есть денег, что мне надо и сколько гостей, и чтоб нам всех хватило. То есть, да, Всевышний нас поместил, спасибо большое, Всевышний нас поместил в такую актуальность, в такой мир, где мы должны постоянно думать о деньгах. Но требует от нас соблюдать Тору, так где здесь вот эта вот грань, где мы остаемся личностью и в то же время исполняем волю Всевышнего, потому что даже если мы этого не знаем, каждый из нас хочет что-то в жизни больше, чем деньги, чем работа, чем пришел, выпил чай, поговорил с женой, лег спать, утром опять на работу. Ни остановки, ни недуховности, ни какого-то энергии. Кто из вас чувствует, что он реализует себя, что у него есть какой-то потенциал энергии, он двигается вперед? Нет, сколько бы денег у нас не было, мы все равно ищем что-то более глубокое, духовное. Я уверена, что это единственная причина, почему каждая из вас сейчас не втыкает кемеди клаб, не смотрит сериалы, не читает газету, а почему-то в четверг вечером собрались, но урок Тора вообще не знакомый, не знакомый вам один, и потому что вы все ищете что-то больше, чем работа и деньги. Бару Хашем. Окей, что произошло в нашей недельной главе, Яков знает, что... Нет, не знает. Произошло нечто в прошлой недельной главе, что он поссорился со своим братом Исавом и должен был бежать из дома. Чтобы его побег не был напрасным, мама и папа сопроводили его огромным богатством, так как, мы уже сказали, они были очень недостаточными, недостаточными, ну, в общем, очень богатыми людьми, для того, чтобы он уже вышел из дома и искал себе невесту. И идет он со всеми этими верблюдами и золотом, серебром и камнями в Харан к семье своей мамы, и по дороге его встречает Элифас, его племянник. И он говорит, дядя Яков, прости, но тут у меня такое дело, пришел я с миссией к тебе, убить тебя я должен. Мой папа Исаф настолько на тебя зол, что ты его обманул и украл первородство, что сказал не возвращаться мне без вести, что я тебя убил. Яков замолился и сказал, пожалуйста, не делай этого, но так как ты не можешь обмануть отца и вернуться ни с чем, так как тебя может отец убить, давай поступим следующим образом, я тебе отдаю все, что у меня есть. Апаторий, человек, у которого нету ничего за душой, ни одежды, ни денег, ни доброго имени, он считается как будто мертвым. Ты берешь все мое золото, идешь к папе и спокойно говоришь, я убил Якова, а я продолжаю свой путь, выживу, не выживу, не знаю. И вот он заходит в дом к Лавану, папе своих двух, а то и четырех будущих жен. И Лаван, понимая, что к нему пришел кусок вообще отличного бизнеса, говорит, ты хочешь мою дочку в жены? Пожалуйста, скажи, что у тебя есть, что ты за нее даешь. Когда он увидел, что нету ни верблюдов, ни золота, ни серебра, которые он ожидал, есть такой медрай, что он его целует глубоко, как бы это сказать, чтобы понять, может он за своим щеками прячет драгоценные камни. Не найдя ничего, он удивляется и говорит, за какие шиши ты вообще хочешь брать мою девочку в жены? И тогда Яков говорит, у меня и правда ничего нету, но я готов семь лет работать, умножьте это на двенадцать месяцев, всю зарплату я буду отдавать тебе в счет моей будущей жены, младшей твоей дочери Рахель. И мы знаем, что он работает семь лет, не покладая рук, становится рабом Лавана в городе нечестивцев. И ему попадает первая жена Альни Рахель Алея. И он работает еще семь лет за свою будущую жену Рахель, а потом он остается еще семь лет для того, чтобы строить свой бизнес, для того, чтобы уйти из дома Лавана с четырьмя женами, с одиннадцатью мальчиками. Непонятно, сколько у него было девочек, чтобы какая-то хотя бы копейка у него была за душой. И этот человек является нам праотцом и учит нас, как жить. Да спокойно, да с удовольствием. Чего ж вы мне тогда все рассказываете, что надо целыми днями изучать Тору, когда Яков вообще не является для нас таким показателем. Причем Яков красавчик, он нам сам показывает, насколько важно работать и зарабатывать. Когда все, мы сказали, его 11-12 сыновей находятся у его кровати, он очень четко благословляет каждого из сыновей в порядке очередности, в порядке возраста от самого старшего к младшему. И вдруг, когда он подходит к Исахару Звулун, два брата, один из которых Исахар, он старше, и он... Сейчас, секунду, чтобы не перепутать. Исахар, он старший, и он Талмит Хахам целыми днями изучает Тору, а Звулун, он идет после него, он младший, и он занимается тем, что является спонсором своему брату Исахару. Он говорит, слушай, брат мой любимый, у тебя мозги, ты гаон, ты гений, у тебя так получается учить Тору, у меня нету на это терпения, у меня в попе просто иголки, давай я тебе буду давать деньги, ты будешь учить Тору, и не думать о том, как прокормить свою семью. И твоя заслуга в изучении будет тоже наполовину моя. Так и родился идеальный пазл, спонсор и преподаватель Тора. То, что в принципе Вайкра дает возможность любому человеку, кто хочет преподавать, реализовывать себя в изучении, в образовании, в обучении Торе, а каждому из вас дает возможность, кто не умеет обучать Торе, быть тоже наполовину посланником. Вы, давая деньги на дздаку, десятину, на проект, который обучает евреев, становитесь непосредственным участником, и как будто бы вы тоже преподаете, даже если у вас нету знаний, времени и, я не знаю, уверенности в себе, хотя это последнее. С моей уверенностью в себе я вообще не должна сидеть перед камерой, только ваши лайки и сердечки заставляют меня каждый раз заново видеть себя в экране. Так что, Яков, меняет местами этих двух братьев и говорит, вот этот вот работяга, он круче того, кто изучает Тору. Из двух сыновей он выбирает того, кто работает и спонсирует, несмотря на то, что он младше. Если мы с вами можем как-то еще понять и подумать, что Яков был старый, он был слепой, и может быть, у него уже на старости лет что-то произошло с сознанием, он просто перепутал, приходит через несколько глав Мошера Бейна и благословляя колено, он делает ту же самую ошибку и говорит известный нам посук. Да, это реально, мы все не уверены в себе, к сожалению. Хотя Всевышний нам дал столько талантов и такую индивидуальность каждому, что неуверенность в себе, приравнивается к просто неблагодарности и неверию Всевышнему, что у каждого из нас есть особенное место, которое никто другой занять не может. Это отдельная тема для нашего урока. Итак, Мошера Бейну, когда благословляет колено, что он говорит? Возрадуется с булун, выходя из своего места и будет сидеть Иссахар в своем шатре. То есть, мало того, что Мошера Бейну тоже меняет места, ставит на первое место бизнесмена, работягу. Он еще и говорит, ну, как бы с подковыркой такой, это очень вот так, вы знаете, такой вот юмор с изюминкой. Он говорит, будет радоваться человек, который каждый день выходит из своего дома на заработке и будет сидеть спокойно в своем шатре человек, изучающий Тору. То есть, ты там сиди спокойненько изучай, а этот, который бизнесмен, выходи, твори, радуйся, делай вообще что тебе угодно и будешь ты настоящим посланником Всевышнего. Но обалденная же глава дает каждому из нас возможность понять, что не надо быть черно-белым хасидом и сидеть, изучать, я не знаю, в Ешиве Тору 24 часа в сутки. Надеюсь, что какой-нибудь богатый дядя из Америки станет вашим спонсором и даст семье не умереть из голода. Каждый из нас, я забегаю с вами наперед, каждый из нас может надеть корону, возгордиться и сказать, мы являемся именно теми посланниками Всевышнего в этом мире, на которых лежит миссия, возложенная вообще на всех евреев и на этот мир в общем плане. Сейчас, секунду. я пытаюсь ничего не забыть. Окей, что нам говорит хасидизм, так как мы все с вами находимся, нет, не все, так как я являюсь представительницей хаббатского, хасидского направления, естественно, хочется не только углубиться в логические такие вещи, а понять еще какую-то духовность, скрытую за всеми этими словами. Так вот, хасидизм говорит, что у этого мира на самом деле есть смысл создания. И если мы с вами скажем, что этот мир прекрасен, и евреи здесь должны сидеть и изучать Тору, и нести свет, и какие-то, я не знаю, глубокие истины, то нет, этот мир не прекрасен, этот мир нехорош, и мы созданы здесь для того, чтобы создавать это добро в мире. Каждый из нас является посланником Всевышнего, «в чем?» отвечает хасидизм. Дети всегда на иврите это очень смешная фраза. Ла сот, ла шеф, дирабы, тактоним. Тактоним это слово, которое вы вврите переводится как «нижние миры и трусы». Дети всегда смеются. Сделать Всевышнему место там, где люди ему не дают это сделать место. Там, сейчас, секунду, дать Всевышнему зайти туда, где его не ждут. Завести святость и свет туда, где темно. Если бы Всевышний хотел, чтобы все мы целыми днями изучали Тору, он бы не создал этот мир, потому что для этого есть и рай. У Всевышнего достаточно ангелов и святых душ, которые изо дня в день, из минуты в минуту благословляют его и молятся ему, изучают заповеди, восхваляют Всевышнего. Рай есть в том мире. В нашем мире не нужен рай. В нашем мире нужен человек, который не побоится взять Тору и пойти с ней в самые неосвященные уголки мира и там рассказывать, что есть Всевышний. Никакой харидимный, изучающий 24 часа Тору со всем моим уважением и я потом скажу, какая миссия у этих людей. Я не пренебрегаю ни в коем случае. Мы с вами разберемся и унываются счастьем. Мы с вами разберемся в конце, какая миссия у каждого. Но никакой из этих людей не сможет осветить имя Всевышнего так, как делаем это мы. Потому что многие из них не выходят из Ешива, не выходят из своего маленького места, где они ни в коем случае не увидят нескромную женщину, их дети не увидят нескромных детей, не увидят что такое гаджеты, не увидят что такое спайдермены. Это люди, которые посвящают себя, как сто лет назад, как тысячу лет назад, чистому исполнению заповедей, изучению Торы. Только мы, выходя в свет, будучи библиотекарем, кассиром, слесарем, рабочим банка, можем зайти в то место, где Всевышнего никогда не было и даже без особых знаний показать, что такое человек, который соблюдает Тору, что такое еврей. Мы, каждая из нас, каждый из нас можем разбить все стереотипы, сложенные о евреях, потому что, когда говорят жиды и жадные люди, это самый анти слоган, который можно придумать еврею. Кто из этих людей отдает ежемесячно десятую часть своей зарплаты на нужды другого человека, даже незнакомого тебе? Кто из этих людей отдает дзаку независимо от того, что он уже отдал десятую часть своего заработка? И после этого называть евреев жидами? Вы серьезно? Как можно? Ладно, давайте куча-куча стереотипов, которые есть о евреях. Они созданы, потому что очень мало евреев, которые ведут себя достойно. И видя такого еврея, все вокруг, в Галуте, вне Израиля особенно, думают, что все евреи такие. По каждому из нас судят обо всем народе. У меня был такой период жизни, живя в Украине, когда года два я постоянно снималась в каких-то телепередачах. Может, вы видели разные съемки с моим участием. И я заходила в такие вот очень нееврейские места и рассказывала им о еврействе. И они все были в шоке от того, что я рассказывала. Насколько наши заповеди глубоки, насколько вообще есть мудрость, насколько что есть миллион заповедей, а может, даже и все. я просто еще не до конца мудра, чтобы это понять, что если бы Всевышний не сказал мне это делать, их бы самой надо было придумать. Если вы до сих пор не соблюдаете шаббат, я искренне вам сочувствую, потому что у вас нету вот этой остановки выдохнуть, оставить телефон, оставить интернет, оставить фейсбук, оставить чужую жизнь, чужие истории, чужие лайки, чужие какие-то происшествия и обратить взор реальный на свою семью. Наконец-то без гаджета в руках искренне достать книжку и почитать своему ребенку сказку, спросить, что было в школе, искренне понять, чем живет ваш ребенок, потому что я уверена ни у кого из вас нету на протяжении недели вот этой вот минуты спокойно без телефона подойти к ребенку, посмотреть в него глаза и реально понять, что он проживает. У кого-то из вас есть время уделить полноценно жене, мужу, позвонить спокойно своим родителям, пожелать им, я не знаю, когда вы последний раз звонили своим родителям. Я буду очень-очень-очень рада, если вы это делали сегодня, а если еще не сделали, пожалуйста, сделайте это после урока. Мы настолько забегались в этом темпе постоянных желаний чего-то большего, новые айфоны, новые гаджеты, новые программы, новые друзья, новые интересы, новые, я не знаю, бизнеса, что шаббат это единственная возможность не прожить жизнь до 60 лет, обернуться и сказать, а что я сделал? Если я работал для семьи и детей, почувствовали ли они, что эти деньги реально пошли на пользу? Или они бы сказали сейчас, да нафига нам эти деньги, мы готовы были, чтобы ты, папочка, зарабатывал в два раза меньше, но уделял нам больше внимания? Я сочувствую тем людям, которые еще не знают будучи в браке, что такое чистота семейной жизни? Если бы ее не было, ее бы надо было придумать, потому что это остановка раз в месяц, когда вы, не трогая друг друга, общаетесь, выходите, читаете, учитесь вместе, и потом через 12 дней встречаетесь раз в месяц, подумайте, независимо от того, сколько вы находитесь со своим мужем и женой, вы не надоедаете друг другу, потому что вы обновляете свои отношения раз в месяц, закипает чайник, вы заново наслаждаетесь тем, что вы, оказывается, можете скучать друг по другу, вы можете трепетно относиться к каждому прикосновению, и не важно, сколько лет вы в браке, я не представляю, чем питаются люди, у которых нету этой остановки в жизни, как можно постоянно держать накал страстей в семье, когда вы не можете воздержаться от каких-то вот вещей, и все эти заповеди несут невероятный свет, и если все вокруг о них узнают, они поймут, что жизнь еврея, она реально несет свет, что каждый из нас, он является примером того, как ведет себя богобоязненный человек, и заметьте, я не говорю соблюдающей заповеди, потому что каждый из нас находится в том месте, где он находит причины, почему именно сейчас он не может соблюдать шаббат, не может соблюдать кашрут, в его городе нету раввина, нету общины, нету я не знаю кого, но каждый из нас может проявить в себе богобоязненность и быть примером человека, который скажет, а, он точно не украдет, ей точно можно рассказать секрет, это точно не будет за спиной говорить сплетни, потому что она что-то там соблюдает, а, это еврейка, я вообще не знаю, что у нее на уме, но я точно знаю, что она не поступит плохо и за спиной не ударит и не пойдет по головам, и это тот шлихут, та миссия, тот свет, который мы, каждый из нас, несем этому миру, мы освещаем мир, и мы становимся чище сами себе, потому что мы чувствуем силы, что, несмотря на то, что мы еще не дошли до уровня соблюдения и посвящения себя полностью в духовности, мы являемся примером для людей, и это делает нас сильнее, когда мы понимаем, что на нас смотрят, это очень сильное правило, которое написано в поучении отцов пихке, а вот, помни, что над тобой око всевидящее, ухо всеслышащее, рука, которая записывает за тобой каждое действие, дай Бог, чтобы каждый из нас боялся Всевышнего, так же, как он боится людей, ой, если меня увидят, если меня узнают, а когда мы находимся один наедине сами с собой, мы не боимся Всевышнего, мы боимся людей. Немножко отошла, давайте с вами дальше. Если наши дети видят в нас человека, который идет на работу не потому, что ему надо заработать эти бешеные деньги, это так сложно, он уподобляется неевреем на этой работе, он возвращается уставший, у него нет сил ни на что, вот тогда этот ребенок не видит правильного примера. но когда вы позиционируете себя, спасибо, когда вы показываете ребенку родной мой человек, мальчик, девочка, я иду на работу, чтобы делать там свой шлихут, да, на работе все знают, что я еврей, у меня к сожалению или к счастью, сейчас муж после очень долгого времени занимать, занимая руководящие должности, вынужден работать на физической работе, где он единственный еврей в Кипе, и все, когда его видят, кто знает моего мужа, он очень такой худенький, невысокий, еще и Кипа, и борода, у всех стереотип, что эти досы не умеют работать, и в Израиле да вообще катастрофа творится со всеми этими, ой, они живут на наши деньги, они не платят налоги, они не служат в армии, приходит мой муж и показывает, что он умеет работать так, как ни один араб, извините, меня не может работать, и несмотря на это, он останавливается утром, чтобы помолиться, он надевает при всех тфелит, он трубит в шафар весь месяц и целул, собирая вокруг себя людей, и посреди рабочего дня дает им возможность выдохнуть и почувствовать, что есть что-то, кроме постоянной тяжелой физической работы, которой нету конца, и даже находясь, не даже, а особенно находясь в таком темном месте, ты являешься примером для всех, и это самое крутое, что мы можем сделать, потому что Всевышнему не нужен рай, Всевышнему надо, чтобы каждый из нас был его маленьким посланником. Рассказывается история про двух друзей, которые вместе учились в Ешиве, но один из них по окончанию Ешивы стал бизнесменом, а второй стал большим раввином, и вот у всех уже есть дети, и дети женились, и пошли, каждый выбрал свою дорогу, и вот они уже старичками собираются на свадьбе какого-то общего друга, и немножечко под шофе, под лыхаем, начинают говорить по душам, и раввин жалуется своему другу, бизнесмену, я не понимаю, что произошло, я всю жизнь искренне изучал Тору, я вставал рано, я шел в Ешиву, я, мы жили на небольшую зарплату, но я всю всего себя посвятил Торе, и мои дети, посмотри на моих детей, они все отошли, и сейчас занимаются только, только зарабатыванием денег, а твои дети, посмотри на себя, шму, и как ты мог этого достичь, ты всю жизнь был бизнесменом, ты добился невероятных высот, и все твои дети выросли богобоязненными людьми, которые находят каждый день время для небольшого хотя бы урока Тора, и тогда этот шмуль сказал, а посмотри на всю картину целиком, что видели твои дети, они видели папу, который рано утром встает, уходит, и дальше они не знают, что ты окунаешься в микру, что ты учишь расседут, что ты целыми днями погружаешься в глубины скоров, приведенных в Талмуде, и ломаешь голову, что означает та или другая Аллаха, твои дети видят, что когда ты возвращаешься с Ешивы, у тебя уже нету сил взять книгу, ты только и хочешь, как сесть в удобное кресло-качалку, открыть газету, взять телефон, почитать, что за это время произошло в мире, и твои дети видят человека, который устал от Тора, и его единственное интересует телефон и обычные книги, что видели мои дети, они видели папу, который рано утром ходит на работу, а когда возвращается с этой работы, он откладывает свой телефон, он открывает книгу, он зовет своих детей, и он говорит, давайте поучимся, вы знаете, сегодня я был на уроке икра, вот у Одина слышал такую интересную вещь, такую хасидскую историю, хотите, я вам расскажу, и не надо быть великим знатоком, и не надо изучать Тору с утра до вечера, с Божьей помощью, каждому из нас, кто хочет, кто может, достаточно показать нашим детям, и поверить в это самим, и найти на это время 20 минут в день, вот у нас здесь, смотрите, прямо рядом со мной, есть книга Шульхана Рух, все заповеди, приведенные вкратце, эта книга построена так, что утро, день, вечер, все заповеди, потом отдельно шаббат, и потом отдельно цикл жизни, от рождения до смерти, и вот мы каждый день, перед тем, как дети ложатся спать, читаем одну маленькую главу, омовение рук, каждое утро человек должен замыть руки, почему и как, супер, поучились, молодцы детки, хотите завтра попробовать эту заповедь взять на себя, офигенно, ложимся спать, каждый сам себе ставит на тела, отъедаем, идем дальше по жизни, завтра мы будем с вами учить, как правильно, я не знаю, переодеваться, знали ли вы, что даже переодеваться есть особенные законы, где, как и кто это может видеть, и вот эти вот маленькие вещи, они строят нашу жизнь, они дают нам возможность исполнить настоящее желание Всевышнего с Божьей помощью, и этот вопрос, он вообще актуальный, конечно, для каждого из нас, но поверьте мне, во всех поколениях он стоял очень-очень ярко, потому что всегда были люди с вот этой вот бизнесменской жилкой, и всегда были те, которые хотели целыми днями изучать Тору, и рядом приходила семья и говорила, а кто будет деньги в семью нести, а за что ты будешь жить, и человек, который реально, Раби Акива, который в возрасте сорока лет понял, что он хочет всего себя посвятить учебе, и ушел, и не видел свою жену двадцать лет, его дочка Раби Акива, которая вышла замуж за лучшего ученика Раби Акива, и после свадьбы он вдруг сказал, я хочу развода, потому что я не могу быть частью этого мира, сказал муж своей жене, я не могу думать про памперсы, про дни рождения, про шаббаты, про рецепты, про гостей, про стулья, не могу, я хочу целыми днями изучать Тору, и дочка Раби Акива сказала, ладно, я выбрал, ну типа, не ладно, пойду я стопами своей мамы, не надо мне никакой помощи, сама я со всем буду справляться, иди изучай Тору, и так же, как Раби Акива, он ушел и целыми днями изучал Тору. Есть такие люди, которым это под силу, но есть и каждый из нас, который хотел бы проявлять свои таланты, реализовывать себя, зарабатывая деньги, не жить бедной жизнью, позволить нашим детям получить все, что мы, может быть, недополучили, но оставаться при этом достойным евреем, без зазрения совести, что мы недостаточно что-то делаем для Всевышнего, что мы никогда не дойдем уровня, вот до тех вот, которые черно-белые сидят в Израиле, и мы все ездим с вами в Иерусалим, в этот район, Мея Шиарим, хотя бы одним глазком посмотреть, а как живут вот те. Знаете, что? Вот те вот евреи должны приезжать в каждые наши места, в каждый наш город, и смотреть на то, как мы несем свет Всевышнего в этом мире. мы для них тоже являемся огромным примером. Находясь в том месте, где вы находитесь, делать столько, сколько вы делаете, это же геройство, это же каждый день переступить через себя. Вы же молодцы, вы настоящие посланники, вы просто свет Всевышнего, и это круто. Дай Бог, чтобы у нас получалось сделать больше, но то, что мы делаем до сих пор, это уже прекрасно, и каждый из нас должен быть в этом уверен. Так вот, в гаморе приводится спор двух мадрецов. Раби Ишмаэль, Раби Шимон, Барью Хай. Раби Ишмаэль говорит... Кому посмотреть в глаза, я не поняла, Константин? Раби Ишмаэль говорит, миссия еврея в этом мире зарабатывать деньги и на оставшееся время изучать Тору. Откуда мы это видим? из Пасука, который говорит, Васяфта Даганеха, и будешь ты работать в поле своем. В Пирке вот у нас написано, нету Торы без хлеба. Это значит, что да, говорит Раби Ишмаэль, каждый еврей обязан заниматься обычной работой и зарабатывать деньги. Раби Шимон, Барью Хай хватается за голову и говорит, Ты что? Миссия еврея в этом мире из другого Псука мы учим. И будешь ты заниматься Торой живой днем и ночью. Это идеал каждого еврея. А этот Пасук, то, что еврей будет работать в поле, сказан для тех, кого не хватает вообще извилин в голове, чтобы заниматься Торой. Но это не натурально. Это не натурально для еврея. И мы знаем, что если приводится какое-то высказывание нашего мудреца, это значит, что это не просто бла-бла-бла. Мы все с вами очень много можем разговаривать. Приходит к вам подруга и жалуется на то, что она поссорилась с мужем. Каждая из нас даст миллионы советов, как правильно ведет себя жена и как строить отношения со второй половиной. Но когда у нас случается какой-то конфликт в семье, вот тогда надо посмотреть, как мы сами прислушиваемся к тому, что мы знаем и это исполняем и можем так же легко уступить, послушать, я не знаю, там, смолчать, так как мы еще вчера советовали подруге в такой же ситуации. Так вот, мудрецы наши, они не просто говорили, они все, что говорили, реализовывали, показывали своим примером. Так вот, Раби Шимон, он был лучшим учеником Раби Акива и когда Раби Акива убили, он пошел, собрал людей и пошел митингом против римлян, что хватит нас угнетать, еврей должен изучать Тору. Вот прям, знаете, такой вот человек со своей правдой идет до конца. И римляне его стали преследовать и начал Раби Шимон прятаться в разных домах, но везде, где он прятался, он подвергал большой опасности этих евреев. И вот он решил, везде римляне его найдут, спрячусь-ка я со своим сыном в пещере. И знаем мы эту историю, что 13 лет пробыл Раби Шимон Бар Юхай со своим сыном в пещере, питаясь с рожкового дерева, которое до сих пор растет рядом с этой пещерой, и беря воду из родника, который находится там поблизости. А чтобы каждый шаббат у них была одежда специальная, которая будет выделять шаббат от будней. Они снимали эту одежду и всю неделю были закопаны по шею в песке. И так они проводили дни, изучая Тору. И после 13 лет, когда Раби Шимон подумал, что римляне о нем забыли, он вышел из пещеры, и написано, первое, что он увидел, это еврей, который пашет землю. В какой-то панамке, в каких-то сандалях, в шортиках стоит еврей с какой-то тяпкой и обрабатывает землю. Раби Шимон, он просто чуть не потерял создание. Он взял камни, он начал их кидать куда-то в сторону, пугать этого еврея, кричать на него, да что ты делаешь, да что ты тратишь свою жизнь, да Всевышний тебя накажет. И тут Всевышний появляется ему в каком-то видении и говорит, слышь, чувак, давай-ка поворот-разворот на 180 градусов заходишь ты обратно в свою пещеру, и еще один год ты там проводишь, изучая заповеди любви ко Всевышнему, и любви к его творениям каждому человеку в частности. И заходит Рабишимон и изучает эти законы для того, чтобы выйдя, он мог принять каждого еврея с улыбкой, несмотря на то, чем он занимается. В данной ситуации мы даже видим, что сам Всевышний заступился за чиза еврея, который занимается физической работой. Но мы смотрим в конец этой истории в Талмуде после всех долгих-долгих споров, что кто говорит. Есть какая-то часть, вывод из этого всего. Кто в конце оказался прав и по чьему мнению мы на сегодняшний день идем. И знаете, что оказывается? Написано? Были люди, которые делали, как Раби Шимон. И были люди, которые делали как Раби Ишмаэль. И большинство как Раби Шимон не преуспели. Ну, то есть, были такие люди, которые хотели всю жизнь посвятить изучению Тора, не обращая внимания на материальные какие-то вещи, но большинство из них не преуспело. Поэтому в этом споре был прав Раби Ишмаэль, который сказал, что работа важна. Окей, отлично, очень приятно. Приходит Раби и задает, Раби Любавический наш, и задает очень актуальный вопрос. Серьезно? Когда-то иудаизм вообще ориентировался на большинство? Когда-то законы и заповеди строились потому, что удобнее большинству евреев я могу предположить, что если бы нам дали свободу выбора, то большинство бы избавилось от половины запретов шаббат. Большинство бы сказали, что 25 часов поста в Йом-Кипур это много и для нашего времени хватит всего лишь 8 часов, потому что ну вот просто все к концу поста падаем в оморок и еле доживаем до стакана воды. С каких и топором мы идем по большинству? И Раби дает невероятный ответ. Здесь имеется в виду, что не большинство решило, а большинство не смогло. Все мы неожиданно я уверена, мне хочется в это верить. Если я каждому из вас сейчас пообещаю, что я вашей семье даю 10 тысяч долларов в месяц, только чтобы вы занимались сторой, все из вас бы с удовольствием это начали. Вы бы спокойно посвящали себя законом, углублению мудрости Шульханарухы, Талмуд, Сиход, миллион книг по иудаизму. Но я хочу вас заверить, что по-настоящему изучая Тору, как это делают в Ешиве, 90% из нас не протянуло боегода. сосредоточиться на Торе, иметь мудрость, логику, ум, разум, ясность ума, усидчивость, математические какие-то знания, эрудицию. Половины из нас этих качеств нету в совокупности, чтобы целыми днями изучать Тору. Вы бы взвыли уже через полгода и сказали бы, моя голова взрывается, дай мне что-то делать руками, дай мне пойти на работу, дай мне реализовывать себя. Кто-то любит шить, кто-то копаться в компьютерах, кто-то, я не знаю, готовить, кто-то убирать. Дайте мне заниматься чем-то для тела, а не только для души. И Раби смотрит на это все и говорит, потому что мир так создан, не потому, что мы плохие, не потому, что мы глупые, а потому, что мир создан для таких, как мы, которые не могут целыми днями изучать Тору, которые не могут сидеть в Ешиве и посвятить себя духовности целыми днями. А знаете почему? Потому, что весь наш народ происходит из двенадцати колен. и если мы посмотрим на эти колена, то одиннадцать из них были работягами, каждый в своей сфере был лучший, и только одно колено леви, одно колено леви занималось постоянным изучением Торы и даже не находилось в египетском рабстве, когда там был весь народ. Одно колено из двенадцати способно изучать Тору демно и ночно, а мы нет. И поэтому Всевышний от нас этого даже не требует. Всевышний хочет, чтобы мы с нашим потенциалом, с нашим талантом, с нашим текущим местоположением, связями в обществе, я не знаю, нашей жизнью просто делали свой максимум, показывали, что мы достойны примера богобоязненного человека. Секунду. В нашей книге Берешит, которую можно я секундочку сейчас положу в коляску, чтобы ей было удобно. Секундочку. Чупа-чупа-чуп. Человек. В нашей книге Берешит, которую мы сейчас с вами изучаем, приведено пять ссор, пять споров, самых главных, по которым мы вообще очень много чего учим. Но из пяти этих ссор две выделяются больше всего, потому что это две ссоры, одна из которых привела к убийству, а вторая почти привела к убийству. Первая ссора это Каин и Авель и Эвель, где Каин был убит, где Каин убил Эвеля, и вторая ссора это Юсеф со своими братьями, когда почти, чуть не дошло до убийства, когда они кидали Юсефа в яму с жуками и теракат, чем это там, змеями и скорпионами, считайте, что они его убили. Чистым стечением обстоятельств Юсеф продвинулся дальше. Эти два спора, такие самые яркие и сложные, показывают нам спор всех поколений на протяжении всех этих лет. В этих спорах одна часть является духовным, а другая работящим. Один работает на земле, и он имеет возможность, пока козы пасутся, целыми днями углубляться в мудрость, говорить псуким, читать тайлим. И второй работяга, который говорит, я важнее, я несу свет в мир, а второй говорил, кто ты такой, у тебя руки запачканы землей и маслом, и пытаются убить друг друга. И во всех этих спорах побеждает кто? Настоящий рабочий. Когда проходит очень много лет после того, как братья кинули Иосифа в яму, и помните всю эту историю, голод в стране, им приходится спускаться в Египет, чтобы просить там еду, они заходят во дворец и встречают второго после фараона человека. Этим человеком был Иосиф. И написано, что Иосиф, он сразу узнал своих братьев, несмотря на то, что прошло очень много времени, а братья не узнали Иосифа. И здесь спрашивается огромный вопрос, ну правда не узнали Иосифа? Написано, что Иосиф был копией своей мамы. Ну и что, что у него немножко отросла борода? Если вы помните свою маму, вы смотрите на этого Иосифа, и вы понимаете, что это он, никакие года не смогли изменить человека так, что он не узнает своего брата. Особенно мы видим, что Иосиф мало того, что узнал, что это братья, он еще понимал, кто из них кто. Иногда, не иногда, давайте скажем, часто. Если вы заходите в синагогу и видите бородатых мужчин, то кажется, что всем им 40+. Правда, борода очень старит человека. Особенно, когда это неопрятная какая-то чистая подстриженная бородка. Прям такая, как растет, так и растет. Я знаю парней, которым 23-24 года, они выглядят 40-летними дядями. Но все равно, Йосеф мог определить, где, какой брат и как его зовут, независимо от бороды или каких-то видов изменений за эти годы. А знаете, почему братья не узнали Йосефа? они не поверили. Им не пришло на ум, они не смогли себе представить, что богобоязненный человек, соблюдающий человек, бородатый человек может занимать такую должность. Он может заниматься землей, он может заниматься деньгами, он может управлять целым государством, он может быть вторым после фараона. Секундочку. Недолго длилось мое счастье. И оставаться при этом соблюдающим. И в конце мы видим, что даже Йосеф во всей этой истории победил. Он пришел в Египет, и он реализовал свой потенциал, он стал настоящим земледельцем, благодаря ему Египту не было страшно все лет голода, потому что он смог взрастить нужные злаки, по-нужному их сохранить и раздать это все и продать всем странам, в которых был голод. И он реализовал свой потенциал, и он спас весь народ, и остался при этом полностью соблюдающим человеком. Секундочку. сейчас, 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 все, ладно, наверное, наверное, я с вами уже подошла к логическому завершению, потому что лучше бы ребенку больше времени уделяла. Согласна. Вот такая вот я плохая мама. Решила час в неделю посвятить чему-то другому. А с учетом, что у меня четверо детей, она получает вообще в 4 раза меньше. Внимание! Рожаем каждый год. Эх, эти досы, досы. Еще и живут, наверное, и на вашей налоге. Ладно. Я хочу пожелать каждому я хочу пожелать каждому из нас, чтобы мы были уверены в себе, в своей миссии, в своей значимости, в том, что мы делаем это правильно и никогда не останавливались. Желаю вам хорошей недели и позвоните своим родителям. Спасибо вам большое за внимание, за комментарии, если ясно или не очень. Принимаю всех с уважением и с любовью. Хорошего вечера. Субтитры сделал DimaTorzok,